Уважаемый Дмитрий Анатольевич, рад приветствовать вас в Ереване. Ваш официальный визит, очень хорошая возможность обсудить широкий круг вопросов нашей государственной повестки. К сожалению, ваш визит приходится на сложное время. Азербайджан очередной раз пытался решить городовский вопрос военным путем. Было предпринято провести широкомасштабную операцию с использованием силоспектра вооружений, имеющихся в арсенале Азербайджана. Приступно, но это вооружение было использовано и против мирного масштаба. Погибли дети, пожилые люди. Но благодаря профессиональным действиям бойцов, в том числе в армии обороны, эта попытка сорвалась. Виктор Андреевич уверен, что, знаете, в Армении вызвал широкий резонанс тот факт, что азербайджанцы полную силу использовали то вооружение, которое они прерывали за последнее время в России. Это понятно, потому что в Армении на народном уровне Россию считают ближайшим союзником и другом. Сегодня сложилась такая ситуация, что мы не исключаем очередные провокации, потому что и на медийном поле, и вчера, и сегодня эти провокации идут. И мы, конечно, не имея больших иллюзий, ожидаем от сопредседателя Минской группы, от наших союзников адресных заявлений и конкретных действий. Потому что вторая попытка, я думаю, что приведет широкомасштабная операция, потому что с самого начала мы, как страна-участница соглашений о прекращении огня с 1994 года, не могли остаться в стороне от всего этого. И, конечно, Дмитрий Анатольевич, я сожалею, что некоторые наши партнеры из стран-участниц Евразийского экономического союза отказались приехать в Ереван для участия заранее в спланированном мероприятии. Я не знаю, этим они насколько помогли Азербайджану, но что точно подорвали авторитет нашей организации, это однозначно. Добро пожаловать, Дмитрий Анатольевич. Спасибо большое, уважаемый Сергей Азербайджан. Действительно, сейчас хорошая возможность обменяться впечатлениями, информацией, как по обычным нашим двусторонним делам. Я хочу вас проинформировать, что мы провели переговоры все, обсудили весь спектр экономического сотрудничества между нашими странами, подписали важные, на мой взгляд, документы, касающиеся будущего, договорились по разным вопросам, включая такие сложные, дискуссионные и важные, как, например, ценообразование на газ, что, мне кажется, важно для устойчивого развития Армении. Но, наверное, какие-то вопросы мы еще с вами коротко обсудим. Не скрою, конечно, согласованный визит, официальный визит правительственной делегации пришелся на очень трудный период, но мы планов менять не стали. Мы считаем, что это наш долг, как партнера Армении, получить информацию из первых рук, что называется, разобраться в том, что происходит, ну и, конечно, сделать все от нас зависящее, как от партнера, союзника и в то же время участника минской группы, для того, чтобы события развивались по спокойному сценарию. Мы исходим из того, что сейчас самое главное – сохранить мир, вернуться за стол переговоров, даже несмотря на то, что фон для этих переговоров, мягко говоря, не самый лучший. Я отлично помню наши с вами беседы предыдущего периода. Может быть, часть возможностей не удалось реализовать тогда, но в любом случае никакой альтернативы мирным переговорам, спокойным беседам не существует. С этим связана и моя нынешняя поездка. Хотел бы кое-что с вами обсудить из того, что можно было бы сделать в самом ближайшем будущем. Что касается отложенного заседания Совета главправительств государств Евразийского союза, я надеюсь, рассчитываю на это, что все-таки паузы здесь не будет. Я обязательно переговорю с нашими партнерами, коллегами по Евразийскому союзу. Отчасти, наверное, их поведение и решение понять можно, потому что не все далеко так хорошо осведомлены о текущей ситуации, о том, что может происходить, будет происходить. Сейчас самое главное – не терять темп, не создавать искусственных каких-то проблем. Поэтому мы сегодня, когда обсуждали будущее интеграционного сотрудничества, договорились, что мы в максимально короткой перспективе постараемся провести заседание Совета главправительств в Ереване, как, собственно, и намеревались. Потому что, откровенно говоря, мы мало, редко встречаемся. Мы договаривались это делать раз в два месяца, а последний раз встречались полгода назад. Поэтому я хотел бы эту периодичность нарастить. Тем более, что есть и некоторая досада, которая образовалась в результате переноса встречи здесь у вас 8-го числа. В любом случае, спасибо большое за приглашение. Мы с большим интересом провели переговоры сегодня по линии правительств. Надеюсь, что и с вами поговорим сейчас по всем вопросам. Спасибо. Спасибо.